Стильный, но с хорошим процом. Простой, но функциональной системой. Неужели это настоящий Xiaomi заменитель? Всем привет! У меня в руках новинка от OnePlus Nord CE 3 Lite. И настоящий ли это OnePlus? Не буду повторяться десятый раз. Нет, это не OnePlus. Это всего лишь Oppo и Realme, лишь с другим шильдиком сзади. И Nord CE 3 Lite это Realme 10 Pro по всем фронтам. Кроме внешки, у него такое же железо, такие же камеры и даже софт. Ну и на протяжении обзора расскажу еще об одной новинке. OnePlus Nord Buds 2. Погнали! Итак, внешняя новинка от OnePlus. Она стильная, но сзади у нас глянцевый пластик, который очень быстро электризуется и собирает на себе разную пыль. И еще быстро зацарапается. На нем расположены два вулкана с камерами. И выпирают они вроде бы там суперфлагманский сенсор стоит. Если смотреть только на заднюю крышку, выглядит он дорого. Но вот боковая рамка сделана из шершавого пластика, что сильно удешевляет ощущение у смартфона. Но за счет него надежно лежит в руках. Ну и на самой грани расположены кнопки громкости питания, которые расположены с двух сторон. Сканер отпечатков пальцев, который действительно быстро и хорошо работает. Слот под две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Ну а снизу у нас 3,5 мм джек и Type-C порт. К слову, в отличие от последних китайских новинок, в этом смартфоне есть стерео. Детализации здесь ждать не стоит, как и качественных низких частот. Но глянуть фильмец или видос на ютубе можно с комфортом. Куда лучше качественного моно. Ну и раз заговорили о звуке, давайте разберемся, что такое OnePlus Nord Buds 2. Ведь мне их прислали вместе со смартфоном. И эти наушники, как и CE3 Lite, можно приобрести в крутом магазине на Алиэкспресс. По суперцене. Переходите по ссылкам в описании. Итак, наушники. Кейс у них бюджетный, но матовый и имеет белое вкрапление. Чем-то напоминает устройство от Sony. Только крышка отличается по цвету, что странно. Сами наушники легкие, интересной формы. И вот эта круглая штука сенсорная панель со стандартными функциями. Подключаются наушники по Bluetooth 5.3 и поддерживают два кодека CBS и AAC. Автономность имеют 5-7 часов, в зависимости от того, включен у вас шумодав или нет. Да, кстати, в этих бюджетных наушниках есть шумодав. Ну и напоследок, звук, чтобы обзор смартфона не превратился в обзор наушников. Он гибко настраивается в приложении. Есть специальный усилитель база. Вполне себе норм. Как для недорогих ТВС. Но питать надежд не стоит. Это не флагманский продукт. И звук здесь просто норм. Итак, возвращаемся к смартфону и переходим к экрану. И да, здесь точно такой же экран, как и в Realme 10 Pro. Кроме того, что здесь нет сверхтонких рамок с трех сторон. Итак, сама матрица IPS, имеет диагональ 6,72 дюйма. И разрешение Full HD+. Частота обновления 120 Гц. И это вполне себе нормальный экран. Правда, на фоне современных OLED-ов, даже в недорогих устройствах, выглядит этот IPS устаревше. Максимальная яркость здесь 680 нит. И знаете, вот как-то поругать, либо захейтить этот экран не выйдет. Если вы любите IPS, вам, конечно же, к этому смартфону. Если вам плевать, то лучше рассмотреть какой-то недорогой, но качественный OLED. Далее мы переходим к процессору. И у нас 6-нанометровый Snapdragon 695. Этот чип мы видели в прошлогодних Redmi Note Pro, Realme 9 Pro, Poco X4 Pro. Все, что носило приставку Pro, хвасталось этим чипом. Это производительный бюджетный камень с двумя жирными ядрами Cortex-A78, который позволяет воротить ColorOS 13, ой, то есть Oxygen OS 13, без каких-либо затупов или проблем. Но для того, чтобы все держалось в оперативной памяти, бренд предлагает до 8 гигабайт оперативки LPDDR4X и до 256 гигабайт накопителя EFS 2.2. Ну и чутка о системе. ColorOS 13 простая, но имеет приятные анимации. Переделанную шторку и от OnePlus здесь нет абсолютно ничего. Точно такой же интерфейс до мелочей, что и в Realme GT3. Жаль, что вы потеряли индивидуальность на корню. Возвращаясь к производительности, этот чип позволит играть в Coltube Mobile на максимальных настройках, что позволяет установить игра со стабильным фреймрейтом 60 кадров. Wi-Fi смартфон держит хорошо, пинг не падает, но нет Wi-Fi 6, к сожалению, что для большинства покупателей смартфона не станет недостатком. Из-за IPS-экрана автономная работа сильно зависит от того, какой контент вы будете здесь потреблять. Если будете играть в игры, то вполне обычное 9% разряда за полчаса уйдет, как и на других устройствах с OLED-экраном. Но если вы будете смотреть видео, листать там Instagram, Telegram, то у вас будет разряд 6-7% за полчаса пользования, что уже больше в 2 раза, чем у конкурентов на OLED. И в среднем смартфона у вас хватит на 6-7 часов активности экрана. А вот быстрая зарядка зарядит батарею в 5000 мАч, за полчаса на 80%. Отличная фишка для недорогого девайса. В смартфоне есть NFC-чип и не переживайте, если вы заказываете в официальных продавцов на Алиэкспрессе эту новинку, он не будет блокироваться, не будет такого, что вставляете симку и все, он у вас скрипич. Так что не переживайте, заказывайте по ссылкам в описании, конечно же. Ладно, шучу, заказывайте где хотите. Главное, берите смартфон у проверенного продавца. Ну и напоследок разберем камеры. У нас основа 108 мегапикселей. Новый модуль от Samsung с размером сенсора 1 к 1,67 дюйма HM6. Напомню, что в прошлогодних Redmi Note стоял сенсор больше, 1 к 1,56 дюйма. Подрезали, как и во всех новинках 2023 года со 108 мегапикселями. Остальные два модуля у нас это 2 мегапиксельные пустышки, ну а сравним мы этот Nord с этим Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G, где стоит 108 мегапиксельная основа HM2. Еще старенький сенсор, ну посмотрим, что он может себя показать в сравнении с OnePlus. Вернее, наоборот, что OnePlus покажет в сравнении с Xiaomi. И тут OnePlus пролет почти по всем локациям. Он работает хуже со светом, имеет средненькую детализацию и единственное, чем может порадовать приятной цветопередачей и то не всегда. HDR работает хуже у OnePlus, чем на Xiaomi, а вечером при недостаточном освещении смартфон пересвечивает вывески и свет от окон. Да и детализация тоже хромает. Линзы OnePlus дешевые и его не спасает даже ночной режим. А вот фронталка неплохая, но шумодав давит все детали на лице. Далее пример видеосъемки, но... Ладно, сейчас все увидите. А вот вам пример видеосъемки на OnePlus и Redmi Note 12 Pro, 4G. Кстати, Redmi может снимать 4K 30 кадров на секунду, а Realme только Full HD 30 кадров в секунду. Даже без возможности снимать Full HD 60 кадров на секунду. Но в Full HD зато будет работать электронная стабилизация. Давайте пробежимся. Можете, кстати, слышать, как они работают с голосом, как работают с светлыми объектами и обязательно это напишите в комментариях. Что ж, подходим к выводам. OnePlus Nord CE 3 Lite это очередная итерация Realme 9 Pro. Тоже железо, тот же экран, только побольше. Есть быстрая зарядка на 67 Вт и неплохая внешка. Правда, камеры здесь средненькие. Ну и для любителей IPS это действительно неплохой смартфон. Тем более за 250 баксов на старте продаж, если заказывать с Алиэкспресса. Так что ставьте лайк, покупайте смартфон по ссылкам в описании. Пока!